Привет друзья, с вами Евгений Плинский и сегодня мы поговорим на очень важную и интересную для всех тему, а именно подорожание газа для населения. Уже через 7 минут вы будете иметь четкую картину того, как именно добывается газ у нас в стране, почему он дорожает, как вышло так, что его никто не считает и почему никто не знает его реальность и себестоимость. Интересно? Поехали! Как вы уже наверняка знаете, с 1 января для бытовых потребителей, то есть для нас с вами, стоимость голубого топлива увеличивается на 14% от декабрьской цены 6 гривен 33 копейки и составит 7 гривен 22 копейки за куб. При этом это далеко не первое подорожание. В сентябре куб газа стоил 5 гривен 20 копеек, а в октябре уже взлетел на 35% до 6,3 гривны, а теперь он будет стоить 7 гривен 20 копейки. И в нафтогазе говорят, что и это не последний скачок цен. Причины объявляют традиционное увеличение оптовой цены, высокость и себестоимость добычи, цена на импорт. И вы знаете, все эти аргументы кажутся, ну, наверное, логичными. Да, все вокруг дорожает, и, наверное, и газ может дорожать. Но тут мы вспоминаем мантру, которую нам вкладывают в уши политики еще с 2013 года. Мантру про дешевый украинский газ. И знаете, что важно отметить? Байка про дешевый украинский газ всегда звучит из уст политиков, находящихся в оппозиции. В 2019-м Тимошенко буквально на коленке за 30 секунд посчитала, что газ для людей должен стоить 2 гривны за куп. И это уже с учетом заработка Укргаздобычи. На сегодняшний день у меня в руках зараз, ну, подсумовывая бухгалтерская зрительность нашей компании Укргазвидобывания, яка видобывает украинский природный газ. Я хочу вас поинформовать, что собевартость видобутки украинского газа, яка включает админвитрати, сбуд, ну, все, практически все, складает 1145 гривен за 1000 куб. метр. Поэтому, если, например, предприятие Укргазвидобывания получает плату за газ, собевартость плюс 30%, они будут счастливы, потому что сегодня им того, как «Нафтогаз» не оплачивает. И могу сказать, что если будет принятый этот законопроект, это, по-перше, дасть возможность продать газ людям по 2865 гривен 39 копеек. Это с 30% рентабельностью. Звучит красиво и все мы за, но есть вопрос к себестоимости газа, который озвучила Тимошенко – 40 долларов. Она никак не совпадает с себестоимостью, которую озвучил глава НАК нефтегаза Андрей Коболев в том же 2019 году. Ориентировочная себестоимость добычи 1000 куб. метров газа составляет 250 долларов. 40 долларов и 250. Может ли быть такой рассинхрон себестоимости стратегического продукта? Может. Но при одном условии. Если никто не знает его реальной себестоимости. В Украине с добычей газа как раз такой случай. Компания Укргаздобыча не знает, сколько газа она добывает и во сколько эта добыча обходится. Вся та информация, которую на нас вываливают в виде графиков, цифр и какой-то статистики – все это полная херня. Ровно 10 месяцев назад я опубликовал расследование, в котором рассказал, что Укргаздобыча не ведет учет добытого газа, а рассчитывает его от балды, ведя фиктивные записи вот в таких вот тетрадочках. Официальную статистику берет из данных Укртрансгаза. Тогда мое расследование действительно вызвало большой резонанс. Мне за информацией обращались представители Кабмина Гончарука. На одном из телешоу я задал этот вопрос главе фракции «Слуги народа» Арахами. Он публично сказал, что такого не может быть, если это правда, с этим надо что-то делать. Давайте разбираться. В общем, все были так достаточно инициативны. Хотел бы привлечь ваше внимание как главы фракции. А фракции впереди отчет Кабмина. Я прошу, предлагаю создать некую комиссию, которая... У меня есть подтверждающая информация, которую я не могу опубликовать в публичной плоскости. Но потом, как это у нас бывает, всем стало не до этого. Гончарука убрали, вместо него назначили Шмыгаля. И вообще тема газа ушла на второй план. Никому до этого не было дела, пока не началось очередное подорожание. И вот уже Шмыгаль, приняв вызов повышения тарифа, официально дал вчера поручение новому исполняющему обязанности министра энергетики Витренко и антимонопольному комитету разобраться с формированием цены и разобраться в стоимости газа. И я очень хочу помочь нашему премьеру и новому министру Витренко разобраться в этом вопросе. Если им, конечно, интересно. А начать хочу вот с этой фотографии. Это фото похоже на некую таблицу складского учета первого колхоза в СССР 29-го года. Но нет. Это журнал учета производства газа, газового конденсата и нефтепродуктов одного из заводов Укргаздобычи в Полтавской области. Это единственный документ, который фиксирует объемы добычи и производства. Сам завод выглядит вот так. Это стоящее в поле производственный комплекс, который что-то делает. А вот что именно он делает и в каких объемах это все производит, а главное, куда это все идет, никто не знает. На всех заводах Укргаздобычи нет никакой системы электронного учета произведенной продукции. Нет даже интернета и видеонаблюдения. Нет ничего. Это идеальные условия для промышленного воровства, которые происходят. Но об этом поговорим позже. Что такое добыча газа? Это сложный производственный процесс, который начинается со скважины в земле. Выглядит она вот так вот. Таких скважин в Укргаздобыче от 3,5 до 5 тысяч. Почему цифра примерная? Потому что даже сотрудники Укргаздобычи не знают точного количества работающих скважин. У них есть скважины, которые по документам значатся как закрытые, но по факту они дают какое-то давление. Значит подают в систему некую жидкость, которую добывают из-под земли. Есть наоборот скважины, которые значатся рабочими, но по факту они ничего в систему не дают. Поэтому даже в системе учета количества скважин у них полный бардак. Что же подает из-под земли это скважина? Она не подает газ в чистом виде. Она подает некую субстанцию, которая состоит из газа, газового конденсата, нефти, воды, песка, мусора, каких-то еще компонентов, которые все время подаются в разных пропорциях. И на этом этапе понять сколько дает чего скважина невозможно. Поэтому с определенного количества скважин вся эта жижа подается на так называемые установки первичной переработки газа. Куда сходятся трубы со скважин и происходит первичное расщепление вот этой вот жидкости, полученной из-под земли, на компоненты, уже на конкретные продукты. На газ, на газовый конденсат, на нефть, на воду. И вот уже на этом этапе должна была бы существовать в Укргаздобыче система некоего учета. Потому что установка первичной переработки газа это станция, которая в принципе дает более-менее чистый, понятный продукт. Но здесь никакого учета нет. Стоят какие-то емкости, стоят какие-то датчики, стоят какие-то манометры. Но все эти показатели никого не интересуют. Учет добытого и полученных продуктов рассчитывается математически. То есть никто не парится даже фиксированием показателей приборов. Вводится по расчетным мощностям. Ну вот есть там емкость 20 кубов. Ну вот пишем, что в ней там 18 кубов газового конденсата или 15 кубов газового конденсата. Но 22 или 25 написать мы не можем. И вот так вот происходит учет. Там нет ни интернета, как я уже сказал, нет ни видеокамер, нет ничего. Есть огромное количество труб, которые непонятно куда ведут. Есть трубы, если задать вопросы сотрудникам, куда ведут вот эти конкретно трубы, в которых находится продукт, они даже этого не знают. Приезжают какие-то машины, заливаются газовым конденсатом, куда-то увозят его. И никто не знает, сколько чего есть на этих установках первичной переработки газа. Но это еще не полный трэш. С этих установок первичной обработки газа по таким же трубам все эти продукты поступают на так называемый завод. Если в скважин там до 5000, установок первичной переработки несколько сотен, то заводов, которые перерабатывают, проводят уже окончательную очистку всех продуктов, несколько десятков. И вот с установок первичной переработки газа вся эта продукция поступает на так называемые заводы. Вот на этих заводах уже происходит окончательная очистка всех этих компонентов, которые получены из скважины. Газ, газовый конденсат, нефть, еще там что-то добывается, нефтепродукты какие-то. И вот отсюда вся эта готовая продукция поступает уже в некую систему, которая попадает в магистрали Укртрансгаза структуры, которая уже подает по своим трубам газ потребителю. Мы сейчас будем говорить о газе. С газовым конденсатом та же самая история, он подается по другим трубам на заводы предприятия, там где производится уже бензин. И вот эта тетрадка, которую я вам показал, это, друзья мои, учет полученных компонентов из скважины, то есть газовый конденсат, нефть и газ, от установок первичной переработки газа и выход готовой продукции с завода. Даже на заводах нету никакой, понятно, и прозрачной, и тем более электронной системы учета добычи газа. Все вот эти данные, которые вы сейчас видите, они по нескольку раз переписываются, это легко увидеть на фотографии, подгоняются под нужные кому-то показатели. А где же тогда Укргаздобыча? Берете цифры, которые нам декларируют, как объемы добычи, которые она добывает. Эти данные они берут с счетчика Укртрансгаза. То есть единственной структурой, которая начинает уже реальный учет газа, который добывается в Украине, это Укртрансгаз. У них есть входной счетчик, в который Укргаздобыча подает газ в каком-то объеме, и вот они фиксируют. Мы приняли от вас там 3 миллиона кубов за какой-то период газа. И что делает Укргаздобыча? Они берут этот показатель, 3 миллиона, условно говорим, и разбивают его между заводами. Разбрасывают, ваш завод произвел столько задним числом, от обратного. Ваш завод столько, ваш завод столько. А уже заводы разбрасывают свой показатель на установке первичной переработки газа, которым говорят, что вы должны внести в таблицы добычи за такой-то период вот такие-то показатели. И вот ребята в свой журнальчик вносят все вот эти данные, тем самым фактически фальсифицируя весь процесс учета и подсчета. Что происходит в таких условиях учета? Правильно, промышленное воровство, которое в Нафтогазе называют производственными потерями. Вот материал за начало 2019 года. Воровство сырья в государственной Укргаздобыче с начала года выросло почти на 60%. По итогам января-марта Укргаздобыча нарастила потери природного газа до 434 миллионов кубов, или на 59% в сравнении с показателями за аналогичный период 2018 года. К такому выводу пришли аналитики нефтерынка, анализируя данные госкомпании, которые есть в распоряжении редакции. По итогам 2018 года Укргаздобыча рекордно нарастила производственно-технологические потери до полутора миллиардов кубов, или в два с половиной раза больше в сравнении с 2015 годом. В феврале 2019 вопрос журналиста о рекордных потерях, начальник департамента бурения Укргаздобычи Подучак, переадресовал его директору подобычи Юрию Нагорняку, а Нагорняк назвал вопрос провокационным, категорически отказавшись отвечать. На публичной встрече с руководителем дивизиона ГАЗ Андреем Фаворовым руководитель заверил об инициированном внутреннем расследовании по данному факту, однако о его результатах до сих пор ничего не известно. А вот мне известно, такая проверка была проведена, и по ее результатам, факты полного отсутствия учета добытого газа, наличия остатков и промышленные объемы воровства продукции подтвердились. Эти данные есть у внутренней безопасности Укргаздобычи, но они засекречены и на публику их никто не выносит. Отсюда и появляется невозможность посчитать себестоимость газа, так как никому не понятен реальный объем его добычи. Один из энергетических экспертов Геннадий Рядцев говорил об этом абсолютно открыто несколько недель назад. НАК «Нафтогаз» приховує информацию про собевартість выдобутку природного газу дочернюю компанію «Укргазвидобування», яка забезпечує выдобуток понад 70% газу в країні. Андрій Коболев казав про цифру 160 або 250 доларів за 1000 кубометрів. Это, взагалі, невероятно высокая собевартість. Такой нема ниже у света. Так не выдобывают газ – это невыгодный выдобуток. Информации щодо того, сколько насправді коштует выдобуток украинского газа, немае. При этом «Нафтогаз» тратить сотни миллионов гривен на какие-то облачні сервери, на фиктивну диджиталізацію, снимают красивые ролики о том, какие они молодцы в вопросах цифровизации работы «Нафтогаза». «Нафтогаз Диджитал» – одна з компаній-групи, що впроваджує комплексні IT-рішення різного рівня і складності. Ми створюємо цифрову платформу для більше 20 компаній-групи. Ми перші в Україні відмовилися від фізичних серверів та перейшли на хмарні сервіси для SAP. Діяльність компанії – від закупіва та спуту до бухгалтерського та управлінського обліку. Я готов вместе с новым министром енергетики Витренко, народными депутатами, которые захотят это сделать, не посидеть в январе в тёплых квартирах, а поднять свои задницы и поехать в поля Полтавську область в Укргаздобычу и под камеры посетить все эти места, о которых я говорю, и на практике показать и увидеть, что всё это правда. Укргаздобыча не знает, сколько добывает газа, не знает его себестоимость, не ведёт никакого учёта и не собирается с этим ничего делать. Делимся этим видео, подписываемся на мой канал, ну и традиционно ждём реакции премьера Шмагаля, который вроде бы хочет разобраться или не очень. Посмотрим. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!